Вот скажите честно, вы себя ругаете за то, что, возможно, недостаточно часто и тщательно убираетесь? Бывает? Не надо. Может быть, этим вы спасаете себя и своих близких. В этом ролике мы разберемся, чем могут быть опасны средства бытовой химии. Размениваем ли мы свои легкие на уборку? И чем безопасно можно заменить привычные химикаты, не ударяясь при этом в глухое средневековье? Тема для этого выпуска мне в голову пришла, когда я убиралась в ванной. Распылила очередной спрей, который должен очистить все до блеска. И почувствовала в который раз, что мне жжет нос, жжет глаза и начинают гореть легкие. Я подумала, ну так ведь не должно быть. Хотя, надо сказать, до этого я думала, что если это средство пытается меня убить, то с бактериями и налетом оно точно справится. Я решила посмотреть, а влияет ли на меня такая еженедельная уборка. И была просто в шоке. Оказалось, что проводилось довольно много крупных исследований, которые показали, что очень многие средства бытовой химии, к которым мы все привыкли, приводят к астме. И особенные риски оказались повышены у женщин. Потому что кто чаще всего убирается в доме? Мы. Но я вовсе не собираюсь вас пугать шокирующие расследования о том, что абсолютно все вредно. И так, мне кажется, уже настолько людей запугали, что никто уже не знает, что есть, чем лечиться, что пить, все вокруг вредно. И лучше вообще из дому не выходить. Хоть ложись и помирай. Нет. Мы с вами спокойно и обстоятельно разберемся, какая бытовая химия может нанести вам вред, чем ее можно заменить и как снизить ее влияние на ваше здоровье. И нет, я не отправлю вас на реку драить песком в сковородке. Я же гуманист в душе. Где-то очень глубоко. А пока мы не начали, подпишитесь на канал, чтобы мы с вами не потерялись и не реставались больше никогда. Подписались? Ай, молодцы. Ну тогда поехали. Исследования на взрослых показали, что бытовая химия может приводить к повреждению эпителия дыхательных путей. Это внутренняя выселка всех наших дыхательных путей и легких. Может вызывать бронхиальную астму и повышать чувствительность нашей дыхательной системы к аллергенам. Астма и аллергия – это совсем не то, что хочется получить за уборку в доме. Достаточно было бы. Спасибо, дорогая. Какой чистый дом. Молодцы, Слизерин. Отлично, Слизерин. Особенно часто страдали те, кто часто пользовался освежителями воздуха. Жидкими, твердыми или в спреи. Спреями для удаления пыли и освежения мебели. Средствами для чистки духовок и плит. И антимикробными дезинфицирующими средствами в быту. Вы такими пользуетесь? Я, к сожалению, многими из этих средств пользуюсь. Но теперь, видимо, не буду. Другое исследование 2007 года. Кстати, все исследования вы сможете найти в описании к этому ролику. Так вот, это исследование показало, что на развитие астмы у взрослых людей влияет форма чистящего средства. И хуже всего оказались спреи. Особенно пресловутые освежители мебели, тканей или воздуха. Да, снова они. При этом, если человек пользовался такими средствами 4 раза в неделю или чаще, риск астмы возрастал многократно. Вообще, риск астмы зависит от дозы, получаемой химии. Чем чаще вы ей пользуетесь, тем, соответственно, выше риск. А теперь просто представьте, сколько раз в день вы используете освежитель воздуха, например. А сколько мы дышим ими в туалетах, офисах, кафе, ресторанах. Вот эти вот подлые пш-пш-сверху. Также плохо показали себя полироли, отбеливатели, спреи для чистки стекол, спреи для глажки, парфюмированные различные продукты, в том числе кондиционеры для белья. Но если испытуемые пользовались такими средствами реже одного раза в неделю, то к астме такая частота не приводила. Вообще, все довольно логично. В спреи частицы очень мелкие. Им намного легче пройти в самый угол легких и вызвать там раздражение. Опять же, если продукт парфюмированный, как, например, освежитель воздуха, значит, в нем много летучих соединений, которые вы в любом случае вдыхаете. Они, собственно, ведь и пахнут. И тут есть довольно простое решение. Не пользоваться средствами в форме спреев и не пользоваться слишком пахучей бытовой химией. Пойди, найди еще не пахучую бытовую химию. А как же освежать воздух и наполнять его ароматом морозной свежести, спросите вы? И вот вроде бы тут можно было бы дать рекомендацию. Используйте натуральные ароматизаторы. Эфирные масла, например. Но не тут-то было, и это тоже исследовали. Терпены в маслах, например, в цитрусовых и хвойных растениях, сами по себе не опасны и даже полезны. А уж по лесу-то гулять, когда все это пахнет всем этим великолепием, вообще сплошная польза и для физического здоровья, и для ментального. Но при долгом нахождении в помещении, на поверхностях, эти вещества начинают окисляться, и они создают много побочных продуктов. В том числе формальдегид. А он и для нашей дыхательной системы, и для организма вообще штука губительна. И в том числе он вызывает мутации в клетках и может привести к раку. Я с ним долго работала. И теперь везде его узнаю. Специфический запах. То есть понюхать сосенку в лесу идея просто отличная. Открыть пузырек с эфирным маслом сосны или цитрусов и понюхать тоже неплохая идея. А вот поставить это масло, и пусть оно ароматизирует комнату, или уж тем более добавлять его, например, в воду для мытья пола. Эта идея так себе. С формой мы с вами разобрались. Спреи самые злостные в этом плане. А что в плане конкретных веществ? Еще в далеком 2013 году Европейская ассоциация аллергологов сделала заключение. Профессиональная и бытовая уборка связана с астмой. И есть конкретные вещества, которые эту астму провоцируют. В первую очередь это чистящие спреи, отбеливатель на основе хлора, аммиак и вещества, содержащие аммиак, и дезинфицирующие средства. Например, хлорамин Т, четвертичные аммониевые соединения и этаноламин. Жидкие чистящие средства с низкой летучестью, то есть которые не сильно пахнут, меньше вызывают астму. У людей, которые сталкиваются с чистящими средствами в ходе своей работы, риск астмы выше в 2-2,5 раза, чем у обычных людей. И речь идет не только о профессиональных клинерах, уборщиках или тех, кто работает в химчистке, но и это про младший медперсонал. Людей, задействованных в производстве или в приготовлении пищи, где нужна постоянная какая-то дезинфекция или мытье посуды, а также у громеров, у ветеринаров, у всех них высокий риск. В общем, это любая, по сути, область труда, которая использует чистку и дезинфекцию. Я полагаю, если копнуть поглубже, кроме чистящих средств, много вреда наносят и косметические средства. Особенно парикмахерам, которые делают окрашивание, обесцвечивание или кератиновое выпрямление волос. И мастерам по ноготочкам, которые дышат очень агрессивными соединениями. Но это видео о бытовой химии. На самом деле, бытовая химия может приводить не только к астме, но и к хроническому риниту, когда у вас постоянно течет из носа, к бронхиту и даже к изжоге. И даже единоразовое дыхание мощной химии может привести к ожогу дыхательных путей и спровоцировать астму. По крайней мере, спровоцировать единичный приступ астмы. Вы скажете, ну не могут же производители класть такую опасную химию в эти средства. Могут. Им даже ничего за это не будет. Чаще всего на банках с чистящими средствами написано работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении, смыть их полностью с поверхности или что-то подобное. Не вдыхать. Но, будем честны, мы всегда разве в перчатках? И кто хоть раз вообще в мире видел великолепно проветриваемую ванную? Даже с вытяжкой, если она есть, хорошо проветриваемой, это помещение не назовешь. Соблюдать такие инструкции непросто. А если вы их не соблюдаете, то производитель не несет никакой ответственности в случае, если вы получаете урон. Да и доказать то, что что-то случилось именно из-за химии, из-за конкретной, очень непросто. Часто мы хотим, чтобы вокруг стало очень чисто, и хотим этого добиться как можно быстрее. И используем не одно средство, а два или даже три. Еще какие-нибудь лайфхаки в интернете, как быстро что-то очистить. Это налейте, то налейте. И, конечно, активные компоненты в этих средствах реагируют друг с другом. И могут получиться продукты, которые мы просто не ожидаем. Результат не предсказуем. Как, собственно, и реакция вашего тела на эти новые химикалии. Особенно опасно смешивание отбеливателя и аммиачных или кислотных чистящих средств. Ну, например, вы взяли доместос или белизну и почистили что-то им в сочетании с кремом СИВ, который содержит аммиак. Или, например, белизна плюс средства для духовки. Также опасно смешивать ферментные очистители с хлорамином. То есть, например, вы используете порошок для стирки с энзимами, с ферментами. И добавляете туда еще и средства для дезинфекции белья, у которого в составе есть хлорамин. Чаще всего он, конечно, встречается в более профессиональных средствах для дезинфекции белья, воды, игрушек, поверхностей. Но, тем не менее, он может встречаться и в каких-то средствах, которые вы покупаете. Или, например, смесь средства для удаления меток животных, кошек и собак, с дезинфицирующим средством. Я перечислила только те опасные сочетания, которые известны и изучены. Но никто не знает, на что способен ваш мрачный алхимический гений. Так что лучше никакие средства бытовой химии друг с другом не смешивать. Несмотря на то, что советуют в лайфхаках. К сожалению, бытовая химия действует не только на нас, на тех, кто убирается, но и на остальных домочадцев, и особенно от нее страдают дети. В 2020 году в Канаде провели крупное исследование. Участвовало около 3,5 тысяч детей. Которое показало, что у малышей, у которых в доме чаще использовали чистящие средства для уборки, вырастала вероятность развития астмы больше, чем на 30%. Для маленьких детей до 3 лет воздействие бытовой химии может быть особенно опасным, потому что у них еще не до конца сформировалась ни дыхательная система, и у них все еще формируется, и очень активно отвечает иммунная система. И из-за этого, из-за сочетания иммунитета легких и несозревших легких, может быть очень сильное воздействие вот этой бытовой химии, и это может действительно вызвать астму. Особенно плохо показали себя средства в виде спреев, опять же, и средства сильно ароматизированные. Кстати, до этого, в 2015 году, исследование показало связь летучих органических соединений, в основном это были всякие ароматизаторы, с развитием атопического дерматита у детей. Видимо, такие соединения делают иммунитет более чувствительным к аллергенам, и в итоге приводят к вот таким последствиям, как астма, аллергия или атопический дерматит. Также есть исследования, которые показывают связь нарушения микробиома у детей и набора лишнего веса у этих же детей с использованием дезинфицирующих средств для уборки в доме. Вообще, неадекватный микробиом может приводить к набору веса, поэтому, если средство бьет по микробиому, это может привести и к изменению веса, в том числе у детей. Дети, наверное, больше всего страдают от бытовой химии. При этом, даже если они не находятся в данный момент, вот в момент уборки в помещении, они часто ползают по полу, на котором остаются средства, облизывают какие-то предметы, пока вы не видите. Да и воздух из ванны или из кухни легко перемещается в квартире и оказывается в детской в том числе. А для маленького, незрелого тельца даже незначительные дозы вот этой бытовой химии могут быть опасными. Ведь тело там маленькое. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем всякие вот эти вонючки в машину, ароматизаторы домой. Мне нравится, когда дома пахнет едой. И вот вроде бы, можно сказать, ну, убралась я, проветрила комнату и за минут 10-15 все равно все выветрится, и дом станет снова безопасным. Можно уже и детей пускать, и всех остальных. Но ничего подобного не происходит, и это тоже исследовали. Оказалось, если протереть кухню средством для очистки жира, содержащим моноэтаноламин, вот это вещество, оставшееся на поверхности на кухне и на бумажных полотенцах и тряпках в мусорном ведре, моноэтаноламин образует токсичные нитраты и сульфаты, которыми мы дышим еще двое с половиной суток почти после уборки. Даже при проветривании и работе вытяжки. А ведь это вещество содержится практически во всех средствах для плит и духовок, даже самых популярных. Какой же вывод можно из всего этого сделать? Неужели вовсе надо перестать убираться или отмывать все простой водой 300 лет? Нет, но есть ряд правил, которые помогут вам сделать уборку безопаснее. Не используйте средства в форме спреев. Выбирайте средства без запаха. Чем меньше химии вы используете, тем лучше. Вы уверены, что вам нужен спрей для глажки, полироль для мебели? Уменьшение использования бытовой химии сделает вас и здоровее, и, что уж греха таить, немного богаче. Там, где возможно, заменяйте чистящие средства просто водой. Горячей водой, кипятком, содой или уксусом. Тема и зрители, которые так любят соду и уксус для лечения чего-нибудь. Вот в это русло. В русло уборки направьте эти вещества. Там они как раз пригодятся. Также можно использовать, например, ферментные средства для удаления жирных пятен и налета и средства на основе лимонной кислоты. При условии, что все это вы не смешиваете между собой. Но помните, что для кожи это все равно небезопасно. Надевайте перчатки. Не используйте отбеливатели, средства на основе аммиака, хлора, моноэтаноламин, хлорамин и дезинфицирующие средства в быту. Да, даже гель для рук, к которому мы так привыкли за время ковида. Лучше просто помыть руки с обычным мылом. Чаще всего этого достаточно. Ну, два раза помыть. Если вы что-то чистите едкой химией, открывайте все двери и окна и хорошенько проветривайте помещение. Это уменьшит воздействие собственно этой химии на вас. Никогда не смешивайте разную бытовую химию. Средства с пометкой эко, хорошие для природы, но они как-то не предполагают, что вы тоже ее часть. Такое обозначение не гарантирует безопасности для вас. И средства с натуральными ингредиентами тоже не гарант. Аммиак вот вполне натуральный ингредиент. Мы его тоже частично вырабатываем. И, наконец, последний, мой любимый пункт. Убирайтесь пореже. Нету никакой необходимости вычищать весь дом несколько раз в неделю еще и со средствами. Нет, вы не зарастете грязью, и бактерии ваш дом не захватят. Вот эти вот злостные из-под ободка унитаза из рекламы. Человеку не нужна абсолютная стерильность. Мы в ней просто не выживем. Детям она тем более вредна. Да, не должно быть плесени в доме, потому что она тоже усиливает аллергию. Не надо разводить много грязи и пыли, но чаще всего влажной тряпочкой и теплой воды хватает, чтобы поддерживать чистоту. А глобальную уборку со всеми этими средствами можно делать раз в одну или даже две недели. И никто не пострадает. Так что сейчас медленно опустите тряпку, отодвиньте от себя чистящее средство и ни в коем случае не вините себя ни в лени, ни в нечистоплотности. Все с вами нормально. И со мной тоже. Без фанатизма. Это, наверное, в принципе, девиз этого канала. Какого черта вы будете менять свои собственные легки на кристально чистую ванну? Вы же там оперировать никого не собираетесь. Я надеюсь. Многие в комментариях говорят об экологии, о вредных выбросах, ослаблении здоровья из-за всего этого, о химии в еде. И воспринимаются эти явления как некий злой урок, который над нами навис, и ничего-то мы с ним поделать вроде как не можем. Но в наших ведь силах уменьшить количество химии в доме, реже подвергаться воздействию химикатов во время уборки или при наведении красоты, выбирать продукты с адекватным составом ответственно и не голосовать просто своими деньгами за километровые химозные составы в продуктах. А в плане планетарной экологии опять же, делать свой ежедневный, более экологичный выбор. Так глядишь и поменяем все вокруг. Мы с вами. Мы с вами обычные люди. Именно мы и меняем мир. Ведь нас-то большинство. делайте более здоровый выбор и чувствуйте себя лучше. До следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok